Неформально о том, чем живет молодежь. В пятницу глава города Владимир Шарыпов встретился с активистами ивановских молодежных движений. В зале представители различных субкультур и спортивных направлений. Суть встречи – не вмешиваться в жизнь молодого поколения, но по возможности обсудить и решить те или иные проблемы. У нас был трагический случай в прошлом году, когда один мальчик погиб в драке с применением холодного оружия. И одним из вариантов было то, что какая-то тема внутренняя молодежная была по тому, как одет человек. И мы когда собрались у меня с комиссией по делам несовершеннолетних, с полицией, с педагогами, мы поняли, что мы этими знаниями, к сожалению, сейчас не обладаем. Если энергию молодежи не сконцентрировать на созидании, то она обратится на разрушение. Благо, у большинства собравшихся такой проблемы нет. Увлеченные каждой своим встречу с мэром ребята решили использовать для развития своих молодежных течений. Спортсменов-экстремалов в зале много, но вопросы у всех похожие. Не хватает площадок. Есть парк Степаново, есть то же место, как бы наша компания ходит, мы катаемся возле цирка, как пример. Вот, но и была бы, действительно, была бы такая большая площадка, где могли бы заниматься и ребята, и кто катается на роликах, и просто с ними приходили, катались, и те же ребята, которые катаются на скейтах, ну, чтобы она была побольше, чем, например, в парке Степаново. Если с уличными площадками катастрофической нехватки не ощущается, то крытых нет совсем. Единственная на базе одного из торговых центров недавно прекратила работу. Владелец решил задействовать площади в более прибыльном предприятии. Теперь зимой тренироваться негде. Какие-то фантастические проекты о том, что построить бы какой-нибудь стадион, и чтобы он был бесплатным, ну, наверное, вряд ли это просто возможно. Ну, в текущих условиях, да, то есть, если у нас как-то поменяется динамика по бюджету, то тогда, конечно, мы будем рассматривать. Неиспользуемых муниципальных зданий масса. Можно рассмотреть и такой вариант. Дешево и сердито. Проблему взяли под контроль. Представители субкультуры граффити хотят украсить город своими работами. Расписать неприглядные ивановские остановки. Остановка находится на какой-то улице. Эта улица, ну, например, Шамильский проспект. Вот туристы приезжают, они просто жители города приезжают и не знают, что так выбирают шерементик. А остановка бы давала бы понять бы то, что это вот, ну, небольшая историческая справочка. И почему именно в технике граффити? Потому что достаточно много молодых, талантливых, амбициозных ребят. Есть идеи, есть желающие, администрация против. Не всякая картина впишется в городской ландшафт. Пустить баллончики в дело художники-неформалы смогут на фестивале граффити, который пройдет в Иванове в мае этого года. Как оказалось, молодежь и власть могут вести диалог почти на равных. Пропасть между ними не такая уж и большая. Руководители города тоже когда-то были подростками. У меня был балахон, нирваны, браслет, группа кино. То есть, в общем, я всегда мог пояснить, вот почему я так одет. Без внимания поколение Next оставлять нельзя. Это задача и для родителей, и для системы образования. Но пока молодежь увлечена, переживать нечем.